Сегодня неожиданный такой результат должен быть сегодняшнего блюда, потому что очень редко, когда встретишь подобное сочетание. Наверняка я уверен, что там большинство из вас такого сочетания точно не видели, не слышали, и такой вариации приготовления блюда тоже не видели. Но довольно просто, со вкусом, интересно, классно. Итак, что мы имеем? У меня есть креветки, у меня есть цветная капуста. Это, в общем, все, что у нас в сегодняшнем блюде и будет. Вот эти вот комментарии, понимаете, меня все, они как бы меня уничтожают, ваши комментарии. Что у тебя такие замороченные блюда? Я думал, что сегодня, может быть, всего лишь одну цветную капусту использовать и больше ничего не использовать, чтобы блюдо было не замороченное. И вжарить и варить я бы ее тоже вроде как не планировал. Думаю, вот нарежу ее крупными частями, чтобы на мелкие не морочиться. И даже солить не буду, просто так поесть можно ведь, да? Ну, чтобы не заморачиваться. В общем, не заморачиваться нельзя, дорогие друзья. Все равно нужно заморачиваться. Я вот разоборочился, значит, решил, купил дорогие креветки, крупные, очищенные креветки. Написано, 7% глазури на упаковке. Я продавца спрашиваю, ну, а что, я вижу, что льда больше? Она говорит, нет, вот производитель же, вот мы же крупная компания, даже мой друг, бренд-шеф, там лицо его, значит, есть на этом упаковке. Я думаю, ну, ладно, написано 1290 рублей за 800, за 850 граммов в глазури. Думаю, ну, я прорабатывал 16-20, креветочки, там, 5-10, да, получается, примерно такая же цена с килограммом за счет отхода того-сего 5-10. Но, там написано 7% глазури и написано, масса нет-то без глазури 794 грамма. Ну, то есть, примерно где-то там 80-850-94, значит, это получается 90, и там 50, это 100, там больше 100 граммов до глазури и всего прочего. Я взял их, разморозил, с самого утра они лежали у меня и разморозились, я их слил воду, все, освободил от лишнего всего, положил на весы и обнаружил, что на 100 граммов меньше упаковки. Представляете, значит, цена за эти креветки, мной заплаченная, она выше, чем я ожидал, вот. Да еще и на упаковке написана какая-то странная цифра серии, я говорю, а что это за креветки-то такого размера? А мне говорит продавец, ну, вот это 18 граммов, я говорю, что такое измерение? Вот подошву бы измеряли бы, например, там, вы пришли в магазин, а вам говорят, какой размер? А вы говорите, у меня полторы бутылки от шампанского. Они такие, что это за размер такой странный? Мы же измеряем как бы 42, 43, там, 27 сантиметров даже есть вариация, но никак не там никакими шампанскими и оршинами. Я вам вкратце расскажу про то, что калибровка креветок во всем мире испоконвяков всегда складывалась, исходя из одной специфики. Значит, если производитель креветок использует фунтовую меру, то значит, пишет число. Например, 16-20 или 13-15 означает 13, черточка, 15, означает, что 13, от 13 до 15 креветок в одном фунте веса. Фунт веса 2,2 килограмма, да? Соответственно, можно посчитать, что 16-20, это на 1 килограмм будет примерно, значит, 24-34, по-моему, как-то так. Это можно все посмотреть в таблицах. Так вот, значит, когда мы говорим о размерной сетке, то никогда не говорим 16 на 20. Так говорить по-уродски, когда язык не понимать. Все говорят 16-20, имея в виду, что количество креветок 16-20 в фунте веса. Поэтому, когда в ресторанах или в магазинах вам говорят о том, что 16 на 20 или 13 на 15, как будто учительница в школе вам рассказывает и спрашивает, какую таблицу умножения или деления вы собираетесь изучать, то это неверно. Можете поправить, вообще не стесняйтесь. Итак, у меня здесь цветная капуста, которую на крупной терке я натираю. Вот такое употребление цветной капусты можно назвать, знаете, такие есть, я даже не знаю, как по-русски это назвать. По-английски это звучит как cauliflower rice или рис из цветной капусты. То бишь, мы получаем некую мелкую фракцию, которую будем использовать для приготовления гарнира к креветкам. Давайте вот так сделаем. Я себе натру небольшое количество, чтобы тут не разводить. Так, коль уж разморозил, давайте будем взвешивать одну креветку. Значит, креветочку давайте. 17,2? Ну, почти 18. 17,9? Почти 18. 18,4? О, как раз по 0,1 грамма туда и туда и будет 18. 14,6? Опа, 3 грамма не хватает. Хвоста нет, ты думаешь, что в хвосте 17,2? Ну, средняя даже не 18, на 1,17. 17,7. До 18 и вот одна всего дотянула там из 8. 17,0. 18,2. 18,7. С этой стороны покрупнее, видимо. Фу! 29! А он огромный. Вот это огромнейшая креветка. Пахнет свеженько, да? Не, ну, смотри, почти не обманули. Ну, видишь, где-то вот там чуть-чуть не до грамм, там не до грамм. Раз, вроде с пачки меньше 100 грамм. Значит, 10 пачек, это уже килограмм. Да, ты сэкономил? А килограмм, это больше, чем 1500 рублей. А когда их вылавливается сотнями тысяч тонн, миллион пачек, это новый X5. Когда капуста натерта, я примерно полка чанчика стер. Капуста, она и в Африке пахнет капустой. Значит, масло сливочное плюс растительное. А растительное я не добавил. А где у меня растительное масло? Вот оно. Значит, чутка, чтобы сливочное не горело. Добавляем сюда. Сразу же лук отправляем жариться. Лук нарезаем помельче. Я его заранее почистил. Сразу отправляем в обжарку лук. Ну, нам его обжаривать не надо, посернуть просто до полуготовности. Так, этот быстренько нарезаем, а то я что-то опаздываю. Маслице там греется, так прилично уже согрелось. Быстренько. Раз, 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 раз. Ножичек шикарный, благодарен всем Буддам и Бодхисаттвам за мастера, который мне его сделал. Температуру чуть меньше. А капусточку сразу же отправляем в сковородку к луку. И сразу же перемешиваем. Капусточка должна у нас какое-то время так же провариться, она ведь сырая. Далее по плану у нас чеснок. Чеснок это лук обрат. Масла не хватает, подливаем, подкладываем, кайфуем, следим, чтобы все было вкусно. Все, чесночок начал обжариваться. Тут же его смешиваем с капустой и подливаем венца чуть-чуть. 100 миллилитров больше не надо. Венцо выпаривается довольно быстро причем. Капустка становится вкусной, потому что кислота концентрируется и мы получаем вкус классный. Это как в ризотто, например, да? Лук обжаривается, потом рис обжаривается, вино добавляется. Ну все, сейчас еще пару минут и все. Дальше, значит, что у меня есть из креветочных дел. Вот так вот сделаем сейчас. Эту переставим на маленькую. Далее по плану у нас креветки. Наливаем прилично растительного масла. Зубчик чеснока, а лучше два. Подавим мишуру в корзину. Листочки у базилика отрываем. Ничего лишнего не оставляем. Значит, в масло чеснок. Сразу ароматизируем. Высыпаем сюда креветок. Вот, соль, 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 посоль. Как быстро сковородка остывает. Только бросили туда-сюда, раз, все. Чеснок, кусок лимона тоже туда, чтобы ароматика была. Все, что еще туда можно добавить. Значит, если вы любите немножко остроты, то в самый раз добавить табаско чуть-чуть. Потому что там есть, во-первых, кислота, во-вторых, не сильно острый у нее вкус. У него, у соуса. Если есть горелка, а у меня что-то они закончились, то, конечно, сверху чуть горелкой прижарить. Но, в принципе, креветки готовы. Им нужна ровная минута, чуть-чуть больше, может быть. Минута 15 секунд. Только покраснели, выключаем огонь. Я всегда в креветке люблю добавить кусочек сливочного масла. Уже в самом конце. И немного перца. Все. Блюдо готово. Что мы делаем? Мы делаем так. Значит, находим побольше тарелку. Вот что у нас получилось? У нас получилось вот такое вот крошево капустное, которое проварилось полностью. Значит, на соль. На соль не попробовали? Перфекто. По вкусу шикарно. По соли нет. Не смотрите, что оно кажется, как будто рассыпчатое, суховатое. Ложь и провокация. Капуста мягкая, нежная. Слегка с крустинкой. Прям кайфушка. То, что доктор прописал. А, крупные листочки-то нам нужно быстренько шинкануть. Шинкануть. Вот они. Крупные листочки берем вот так. Потом скручиваем их в трубочку. Оп, оп, оп. Вот так. Один в один. Раз. И эту трубочку-сигарку тоненькой соломкой нарезаем, нарезаем, чтобы у нас получилось все прекрасно. Оп, туда бросаем. Теперь мы сыпем сначала гарнир. С одного края тарелки сыпем, сыпем, сыпем. Посыпаем ее зеленым базиликом. Теперь огромная ложка. И вот, казалось бы, там шкурка лимона болтается, а вот этот аромат рыбный, да, она его стирает, она его облагораживает. Вот кто-то визжит там у нас в подъезде. Оп, и вот пошли креветки. Вот они. И несмотря на то, что креветки дорогие, вы это знаете и без меня, не нужно мне вам рассказывать, что креветки, тем более крупные, они реально дорогие. Но я всегда говорю так, если вы поставили себе цель в праздник или не в праздник, или когда вам грустно, или наоборот, когда вам весело съесть что-нибудь вкусное, эту цель надо выполнить. Ну и потратите вы раз в месяц там эти полторы тысячи рублей на вкуснейшие креветки. Так вы же не пожалеете, вы наоборот кайфанете от этого. Я не пропагандирую, что нужно все время есть дорогую жрачку. Вы прекрасно знаете, что у меня на канале еда доступная и недорогая. Нет, бывают иногда там стейки всякие гламурные по пять тысяч рублей, но основа основ, это же доступные ингредиенты, поэтому в моем случае это креветки с гарниром из цветной капусты. Значит, на креветочке мы сюда базилик такой сделаем. Красивый. Все, пора. Пора пробовать. Класс. Очень просто. Капуста. И креветки. Очень просто. Я думаю, что многим понравится. И не думайте мне написать, что заморочено. Сразу. С терпом по креветкам. Все, пока.